приветствую вас уважаемые автовладельцы и автолюбители сегодня у нас будет рубрика которой давно не было за безопасность на дорогах вот как только приходит осень кривая статистики аварийности начинает потихонечку ползти кверху а уж если подморозит или снег выпадет и вот что любопытно мы автовладельцы себя в росте этой аварийности не виним а виним погоду потому что подморозило или снег выпал дорожников который этот снег не убрали шины потому что еще на летних потому что в зиму то не переобулись а я вот посмотрю видео с регистраторов и говорю не ребята мы сами виноваты жень врубай шарманку осень своей средней фазе красиво но для нас автовладельцев эти самые листики могут сыграть злую шутку обратите внимание где скапливаются листья на газонах и обочине конечно однако много летит и на проезжую часть а впрочем центр дороги как правило чистый а вот по краям они самые и это обозначает что образовался так называемый микс то есть неоднородное сцепление колес дорогой когда два колеса с одной стороны едут по асфальту а два другие по листве для того чтобы понять чем же это грозит вспомню наши тесты мы делали торможение в полной миксте и снежной каши и асфальта как показала наша практика не все машины ведут себя адекватно то есть соблюдая прямо линейное движение многие требуют корректировки рулем и это новые только что сошедшие с конвейера автомобили притом cbs но вернемся к листьям торможение на миксе из листу и асфальта из этой же серии отсутствие без еще усложняет задачу удержания авто на траектории ну а теперь давайте представим что равномерность тормозных усилий на разных колесах ушла от нормы в обычной жизни многие этого как правило и не заметят но тогда остерегаться листвы нужно вдвойне тут как на льду давай десяточка покажем отсюда правило если едем по дороге вдоль которой растут деревья и их листья падают прям на асфальт не увлекаемся скоростью потому что коэффициент сцепления колес дорогой уменьшается тормозной путь увеличивается но машина может вообще себя повести непредсказуемо а впрочем чего там листья многие регионы не то что в октябре уже в сентябре и заморозки и даже снег видывали а поэтому давайте вспомним основные ошибки водителей учиться же лучше на чужих конечно же многие скажут а я и так все знаю ну конечно вот только на видео с регистраторов полно асов которые забыли и уроки автошколы и физику заодно да и ездит большинство в это время еще на летней резине лед владельцы больших черных чемоданов думают что у них полный привод и легкий снежок не страшен вот потеря управления во многих случаях всегда внезапно едешь и вдруг посмотрим повтор потому что это одна из типичных и опасных ситуаций легкий снежок запорошил асфальт стоит чуть превысить скорость и добро пожаловать на слэш пленнинг это аналог аква планирования только в снегу отсюда правило пошел снег снижай скорость еще одна частая ошибка резкая работа рулем но я же ас смотрите не сдается пытается выправить положение но ошибка фатально хорошо что не смертельно а вот другая оплошность обратите внимание образовалась колея и едем как бы по асфальту и это расслабляет движение рулем для обгона и начинается отсюда другое правило переднеприводные идем на обгон под хорошей тягой и конечно же никаких резких движений рулем и сразу еще одна ошибка переднеприводные не сбрасываем эту тягу до завершения маневра то есть пока не вернемся в свою полосу нужно чтобы колеса не просто крутились а тянули в нужном направлении без тяги потерять контроль над авто запросто а владельцы 4 на 4 помните что в трассовом режиме многие жипы обычные моноприводные авто и прекрасно убираются в занос поэтому наоборот с газом поаккуратнее особенно если нет системы стабилизации а впрочем про это поговорим как-нибудь в другой раз ведь скоро зимушка зима а уж она даст поводов для новых уроков другая оплошность недооцениваем пологие повороты а коэффициент сцепления шин с дорогой уже не тот что летом плавные повороты зимой вообще коварны вот показательный случай но высоковата же скорость начинаем тормозить не поздно это надо делать заранее и вообще приближаясь к любому повороту нужно быть готовым что понесет не вас а встречку в общем помним что на летних шинах потеря управления может быть внезапной даже если вам кажется что едва ползем и еще если видим что у соседа начинаются неприятности не смотрим а немедленно снижаем скорость вплоть до полной остановки иначе вот только не подумайте что я призываю вас перестраховаться и бежать переобуваться в зимние шины нет нет и еще раз нет рано ну у нас в регионе во всяком случае октябрь это самая настоящая осень и она еще порадует и солнышками относительным теплом и яркими красками конечно я вот тут за грибами сгонял набрал корзиночку но следует помнить что ночью могут быть заморозки а листья почти такие же скользкий как и снег и в таких условиях не стоит увлекаться скоростью особенно в поворотах грандиозно на сегодня все ставьте свои оценки и увидимся жень вырубай шарманку а